Всем привет! Сегодня мы хотим продолжить серию видео, посвященных игре Котвар. В нее играют очень много людей, не только дети, но и взрослые. Сегодня Ульяна расскажет вам о номерных палатках и зачем они нужны. Сейчас я нахожусь в пещере Тысячи Голосов. Отсюда открываются переходы на многие номерные палатки. Эти палатки нужны для сна, чтобы Кот не выходил в оффлайн в основных локациях, потому что игроков очень много. И чтобы всем было место, создатели придумали такие вот номерные палатки. Сейчас мы с вами перейдем в мрачные заросли. И я вам покажу лужок. Лужок нужен для лекций. Если послушать лекции и отвечать на вопросы, и если вы станете активистом, то вам дадут медаль. Здесь только котята находятся или взрослые кошки тоже? Тут все находятся, но в основном котята, потому что их у нас очень много. Вот это сам лужок. Здесь проходят лекции. Офф здесь запрещен. Если же вы где-то не в положенном месте оффнулись, то вам просто выдадут выговор. Ну а подстилки за это не выдают. Также есть распутье. А подожди, а на лужок-то, чтобы попасть, там сообщения какие-то приходят, да, кошкам, что собираемся на лужку? Ну да, приходят в блоге, отписываются. Про блоги я вам расскажу в отдельном видео, потому что информации очень много. Самая моя любимая локация для сна это пещера уснувшей птицы. Она очень красивая. Также здесь есть бот, осветленный луной. Она хранительница предметов. Но на данный момент я не имею никакой предмет. Предметы выдают за какую-то заслугу. Например, если вы активно работали, то вам выдадут предмет. На самом деле я о них еще очень мало знаю, но... У тебя есть какой-нибудь предмет? Нет. Нету. А предметы, они повышают статус кошки в игре? Ну, можно и так сказать. Угу. В локации убежища сопящего зверя можно перейти в око луны. В этой локации мы уже были в предыдущем видео. Да, но если вы переходите по номерным локациям, то активность у вас не повышается. Потому что переходы там составляют всего лишь несколько секунд. Актив нужно качать в основных локациях и переходить только по основным локациям. К основным локациям относятся... Поваленное дерево, заросли, око луны, пещера светлячков, заброшенный лаз, пещера костей и зубастая пещера. Как вы видите, тут коты тренируются. Скорее всего, в следующих видео я вам покажу, как нужно правильно тренироваться и как повышать БУ. А БУ это что? БУ это боевые умения, они нужны для того, чтобы драться. Если, например, кто-то напал на племя и вам нужно защищаться. Бывает и такое, что на племя нападают? Да. В игре есть разные боты, барсуки. Они нужны для того, чтобы было интереснее играть. И они могут напасть в любое время. И хранители покоев, это защитники племени, они вступают в бой. Но в бой можно вступать только с определенным БУ. Если у вас БУ маленькая, то, конечно же, вас победят. Хранители покоев, это самые опытные воители и защитники племени. Самые опытные игроки, они, наверное, уже несколько лет играют. Ну, я не скажу так. Также есть добытчики, они охотятся. И лунные жрецы. Но о них мы тоже вам расскажем в следующем видео. Ну, в принципе, я вам рассказала все. Про номерные локации, да? Да. Перечислили какие? Или их очень много? Их очень много, но я выделю еще одну. Это горячий источник. Там можно копать и повышать плавательные умения. Ты сейчас туда пойдешь, нет? Нет, я туда не пойду. Почему? Потому что сейчас я уже не состою в игрушечном племени. В игрушечном племени состоят только котята. И чтобы попасть туда, нужно отписаться по шаблону в блоге. И вам должно быть не менее двух лун. Потому что тогда номерные локации, они нужны только для котят? Ну, и для воителей. Там спят. Ага. Ну, если вы хотите, то я могу вам об игрушечном племени рассказать в отдельном видео. Пишите в комментариях, нужно вам рассказывать об игрушечном племени или нет. Да. Ну, на сегодня, наверное, все? Да. Всем спасибо за внимание. Будем рады, если вы подпишетесь на наш канал, поставите лайки. Всем пока!